День Победы За годы войны на фронт ушел каждый пятый казахстанец. Из нашей Атморинской области призвано около 90 тысяч человек. Домой вернулись только 37 тысяч солдат. Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы стали 66 наших земляков. Высшей школой мужества и уроком нравственности для нас служит героический путь Долгата Бегендинова, Сакадата Нарлога Бетова, Малека Кабдулина и других воинов-победителей, отважно сражавшихся в Великой Отчетственной войне. С первых дней войны труженики тыла Атморинской области свою жизнь полностью подчинили задачам обороны страны. Несмотря на то, что тысячи мужчин ушли на фронт, предприятия, колхозы, совхозы успешно выполняли и перевыполняли плановые задания. Все для фронта, все для победы. Под таким девизом работали труженики тыла. Кукшетал стал одним из городов Казахстана, где были размещены предприятия, эвакуированные из прифронтовых областей. Одним из таких являлся Подольский завод швейных машин номер 460 Московской области, слившийся с Кукшеталским приборомеханическим заводом. В каждом городе есть мемориалы, на которых запечатлены герои того времени, а может и просто сборные образы неизвестного солдата или матери героини. И наш город Кукшетал входит в число таких городов. Мемориальный комплекс, павший в год Великой Отечественной войны, сооружен и открыт 5 ноября 1977 года. К памятнику ведет Аллея Героев Советского Союза, Кукшеталцев и Акмолинцев. Открывает Аллея Славы памятник Малика Габдурина, который был установлен в год его столетнего юбилея. Во многих городах нашей страны его именем были названы главные улицы, школы и были поставлены бюсты. А на домах, в которых он жил и работал, были установлены мемориальные доски. В 1995 году с участием главы государства Нусултана Бишевича Назарбаева был открыт музей Малика Габдурина. При входе на Аллею Славы, 55-летию Великой Победы, 9 мая 2000 года установлен бюст дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Талгата Бегельдинова. Вдоль Аллеи увековечены имена героев-акмолинцев. В центральной части, на гранитных плитах-постаментах, вычислены названия городов-героев, которые оказали яростное сопротивление врагу. Как символ памяти о героизме наших земляков не гаснет вечный огонь. Взметнулась в выстребристая пятиконечная звезда. Рядом бронзовая фигура солдата, скорбно склонившего голову, с припущенным знаменем в руках. Все это призвано сохранить память о той страшной войне. Последующие поколения должны чтить тех, кто подарил им жизнь. Ведь если бы они не закрыли своими телами нашу родную землю, то нас могло бы и не быть. Долг каждого человека хранить и приумножать память о той войне, чтобы не допустить подобного впредь. В будущем каждый из нас станет родителем. И мы призываем своих ровесников донести до своих детей то, что рассказывали в детстве нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова